Во время работы горячая линия по состоянию дорожного полотна в регионе была наколена до предела. Об этом ньюсмейкеры рассказали журналистам на пресс-конференции в информационном агентстве Интерфакс. За две недели работы линии с жалобами на дороге обратились 2256 жителей области. За первую неделю поступило свыше тысячи обращений граждан. Своё мнение жители региона высказывали посредством телефонной связи, электронной приёмной. Документальные свидетельства поступали и по электронной почте. Большинство разбитых дорог находится в областном центре. Жители остались недовольны покрытием 155 улиц. В лидеры вышли дороги на Суздальской, Красная Зорь, Станкостроителей, Поселковой. В отдельную категорию занесены 25 придомовых территорий, которые, по мнению ивановцев, нуждаются в восстановлении. Удивительно, но с планом администрации на ремонтные работы совпадает всего 16% списка. Мы проводили свою горячую линию, чтобы донести мнение общественности, в том числе и через решение губернатора Ивановской области, до муниципалитетов, для того, чтобы они прислушались к мнению граждан и включили те дороги, о которых люди просили, в свои планы. План на ремонтные работы ещё не утверждён. Поэтому заявки, оставленные ивановцами, своевременны. Возможно, в администрации прислушиваются к личу о помощи и подкорректируют список улиц, которые нужно восстанавливать прежде всего. В регионе ведётся большая дорожная работа. Существуют сразу две комиссии. Одна следит за рациональным расходованием средств на ремонт. Вторая обследует состояние конструктивных элементов магистралей. Работа этой комиссии продлится до середины мая. Ну и тоже по итогам работы комиссии будет видно, кто же из подрядчиков выполняет свои гарантийные обязательства, кто не выполняет, кто в какой мере. Официально горячая линия перестала работать. Итоги подведены. Но сотрудники общественной палаты продолжают принимать звонки и электронные письма. Поток жалоб не ослабевает.